Всем привет, меня зовут Настя, и сегодня будет распаковка моих покупок винтажных. Начну я вот с этой прекрасной тройки, потому что с ней приключилась интересная история. Я ее приметила еще в Измайлово на рынке, хотела купить, но оказалось, что там чашечка треснутая пополам, ее никак не исправить. И я там взяла розовую тройку, потом желтую, и потом в интернете я наткнулась, что отдельно продают чашечку с голубым цветочком. И потом я поехала в Измайлово и отдельно приобрела блюдце и тарелку. Это Хейринд, серия называется Китти, там есть голубой цветочек, желтый, розовый, серый, по-моему еще оранжевый и красный. Вот я, по-моему, собрала все самые красивые. Вот этот вот голубой цветочек, он такой нежный, красивый, и я отдельно покажу вам еще блюдце и тарелку. Вот такая вот нежность, и причем самое интересное, что клеймо совпало, что на блюдце, что на чашечке. Кстати, блюдечко и тарелку я купила у Вадима в Измайлово на рынке. И интересно, что я встречала вот десертные тарелки, но здесь вокруг тюльпана не было цветов, а просто вот пустота. Не знаю, с чем это связано, может быть, кто знает. Возможно, когда нет цветочков вокруг, это уже столовый сервиз. В общем, вот такая прекрасная тройка у меня получилась, и мне очень нравится в этой тройке ее размер. Там, по-моему, 300 с чем-то миллилитров, то есть из нее можно пить чай полноценно. И следующая моя покупка, это вот эта вот шкатулочка Herent. Я выкладывала обзор из рынка из Визмайлово. Я поругалась сначала с этим продавцом, потому что он не разрешил мне снимать, но эта шкатулочка настолько прекрасна, что потом я решила вернуться, обойти весь рынок. И он мне сделал скидку. И в итоге он мне сделал скидку на 2 сначала 4 тысячи, а в итоге отдал за 3. И вот это клеймо юбилейное, оно ставилось в 64-м году. И посмотрите, какое прекрасное сохранение у розочки, вообще ни одной трещинки нет. И вот здесь листики, они какие-то объемные, видите, не знаю даже, как это показать. Но они как-то выпирают, и вот эта вот веточка изогнутая, я не знаю, как это дошло до наших лет, сохранилась. Но она очень нежная такая шкатулочка. Она, кстати, вот видите, такая в форме сердечко. И здесь повсюду разбросаны цветочки. Такая яркая цветочная шкатулочка. И здесь букет, соответственно. И мне очень нравится, что нигде нет потертости позолоты. Ну, такая шкатулочка, наверное, чтобы хранить в нее украшения, колечки. Очень красиво. И также я продолжу показывать свои покупки из Измайлова. Мне удалось купить такие тарелочки. Очень нежные, очень красивые. И я даже удивилась, что это моя любимая мануфактура. Это Велерой и Бог, немецкая мануфактура. И серия называется Розет. Там такой нежный рисунок. И вот здесь по краям такой объемный узор. Очень красиво смотрится рисунок. И мне удалось их купить пять штучек. Хотя вроде было их шесть. Но в итоге они одну продали. Мне досталось только пять. Но ладно, что делать. Вот видите, издалека мне нравится такой рисунок, что он не яркий, а такой бледный. Не бросается в глаза. Поэтому смотрится очень нежно. Я вообще очень люблю именно пастельные оттенки. Следующая покупка тоже была совершена в Измайлово на рынке. Но это уже купил Дима. Ему нравятся такие вещи. Здесь такие лошадки. И вокруг такая рамочка из олова повсюду. Видите, она в прекрасном сохранении. Декоративная такая маленькая тарелочка. Это у нас с вами немецкая мануфактура Kaiser. Веджермани. И если я не путаю, то когда пишется Веджермани, то это значит, такое клеймо ставилось до девяностого года. Не позднее. В общем, вот такие милые лошадки. Их можно поставить на декоративную подставку маленькую. И будет смотреться очень симпатично. И я забыла про еще одну свою покупку в Измайлово. Это две такие прекрасные тарелочки Велерой и Бог. Я купила их у того же продавца, что и прошлые тарелки Велерой и Бог. Их было три штучки. Но я решила забрать только две. Мне, в принципе, не очень нравятся серии Рустикана, Фазан у Велерой и Бог. Но когда я увидела эти тарелочки вживую, это серия Валерия. Она похожа немножко на Рустикана. Но у нее такой легкий, ненавязчивый узор по краям. Не такой яркий, не такой броский. В общем, я решила все-таки взять две тарелочки. У них такие интересные края. Ну и, конечно, я не видела еще серию Валерия. Не встречала нигде ни в интернете, ни на рынке. Поэтому серия очень редкая. И я решила взять эти две тарелки. На них будет даже красиво положить там какой-нибудь круассанчик, да, с утра на завтрак. Лишними не будут, это точно. И следующая покупка вот такая вот интересная. Я купила ее у Елены. Ну, точнее, как ее купил вообще Дима. Ему понравилось. Здесь такие объемные колоски пшеницы. На дне какая-то звездочка. И сверху, посмотрите, неожиданно такой небольшой букетик. Это вообще такая баночка, кружечка для шнапса. И так вот открывается крышка. И здесь на крышке есть какое-то вот клеймо. И здесь внутри на крышке написано Madden We're Germany. В общем, такая вот небольшая рюмочка для шнапса. Шнапс мы никогда не пили, не пробовали. Вот теперь интересно. Но очень поразила и форма, и вот эта пшеница. Смотрится очень симпатично. Занимает мало места. И вот здесь вот я не очень поняла, это какая-то керамика, то ли пластика, то ли фарфор. Вот из чего это сделано вставка, не очень понятно. И сейчас покажу вам очень интересную покупку. Я на самом деле не знала, что такое есть. Но представьте себе, это декоративные тарелки от Вилерой и Бог. И эта серия называется Русские сказки. Они в прекрасном состоянии. Сейчас я вам покажу их по очереди. Первая тарелочка. Вообще у нее название Снегурочка перед царем Бериндеем. Я не знаю такую сказку. Здесь такой объемный, видите, немножечко рисунок. Посмотрим клеймо. Вот здесь такая штучка специальная. У декоративной тарелки, чтобы ее подвешивать. Хенрих и Вилерой и Бог в Эджормане. Я могу предположить только, что это где-то 70-е, 90-е годы. Здесь, видите, есть название серии. Снегурочка перед царем Бериндеем. Но такую сказку, я говорю, я не слышала. Но все равно очень интересно. Там, по-моему, в серии 4 или 6 сюжетов. И, по-моему, они все связаны со Снегурочкой. А вторая тарелочка вот такая тоже интересная. Мне она нравится больше такая. Она понежнее. И здесь тоже такая штучка, чтобы подвесить. То же самое Хенрих и Вилерой и Бог. Но эта серия называется Снегурочка и пастух Лель. Я прочитала здесь только Снегурочку. А дальше я не поняла, что это значит. И пришлось немножко погуглить. Кто знает такую сказку, делитесь. Вот. В общем, она в прекрасном состоянии. Такая небольшая размером. Но очень симпатичная. Дальше уже покажу вам интернет-покупки. Вот такая стопочка миниатюрных каких-то тарелочек. А это Херенд. Причем мы купили их на мешке. Это наш первый такой опыт покупки на аукционе. Первая тарелочка такая. Ну, блюдце, да, скажем. Это Херенд. Мне очень нравится, что тут всякие вот эти жучки. Это моя слабость. Они очень миленькие. Такое клеймо оставилось где-то в 50-е, 60-е годы. Даже вот какие-то циферки в тесте есть. И Херенд в тесте. Но она такая маленькая. Я даже не знаю, для чего ее использовать. Возможно, также колечки положить, сережки. И вот такая вот тарелочка. Серия называется Фрукты и цветы, по-моему. Одна из таких живописных серий. И здесь такое вот дно матовое. Матовое, наверное, как будто бы какая-то форма для запекания. Здесь тоже такое же клеймо. 50-е, 60-е годы. Но она в прекрасном сохранении. У нее прекрасное состояние позолоты. Ну, пусть будет. И последняя тарелочка. Эта серия называется Виктория, если я не ошибаюсь. Из-за этой серии у меня еще ничего нет. Но, как я знаю, она очень ценится. Это блюдечко тоже в прекрасном сохранении. Прекрасное сохранение позолоты. Нигде нет потертостей. И это клеймо тоже где-то 50-е, 60-е, ближе. 60-е годы. Точно говорить не буду. Мне даже интересно, для чего делали такие маленькие блюдцы. Мини-тарелочки. Наверное, под украшения. И у меня больше особо нет вариантов. И еще в интернете я купила вот такие три тарелочки. С очень нежным рисунком. Их всего три. Тут есть, видите, немножко сход позолоты по краям. Ну, незначительный. Мне даже кажется, что когда есть небольшой исход позолоты, это как-то делает предметы еще интереснее. Чтобы все понимали, что они старенькие. В общем, вот такой нежный узорчик. Мне нравится вот эта объемная каемочка. То есть, если положить в центр какой-нибудь, опять же, круассан, фрукты, тортик, то тарелка будет смотреться очень фотогенично. Здесь такие ирисы. Такой прекрасный букет. И это польская мануфактура. Попробую правильно произнести. Тильж Валбжих. Исправьте меня, если сказала не так. Это клемма ставилась в 1953 году. Сейчас вам покажу другую тарелочку. Но они одинаковые. Просто я вам все равно их покажу. Это первая покупка моя от этой мануфактуры. Здесь клемма более четкая. Не стерлась, как у прошлой тарелочки. Но мне очень понравился этот цветочный узор. Тарелка такая нежная. И у нее такой немножко, знаете, кремовый оттенок. А вы как заметили, я люблю все цветочное. На этом все. Это все мои покупки. Большинство из них я сделала на рынке в Измайлово. И что они очень удачные. Все знаменитые, прекрасные мануфактуры. Делитесь, что вам больше всего понравилось. Что бы вы хотели приобрести себе. И я буду благодарна за вашу поддержку. За ваши лайки. За подписку. Моему каналу всего лишь месяц. И я рада, что вам нравятся мои видео. Вы продолжаете их смотреть. Всем спасибо. И прекрасных вам покупок. Субтитры сделал DimaTorzok